Микс Ньюс 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 Максим Ньюс Максим Ньюс Максим Ньюс Да, вот ребята говорят, что еда очень у нас хорошая, и говорят, что да, люди очень добрые, и здесь действительно холодно, но после того, как они выпили рижского бальзама, мир показался намного лучше. Комплимент, отлично. Ребята, я правильно понимаю, что вы являетесь тем, что называется супергруппой, то есть вы уже имеете какой-то музыкальный бэкграунд, и вы объединились, вот об этом мы и поговорим, вы объединились ради Евровидения. Да, ну, они уже созданы супергруппой, то есть вы уже новости, каждый из вас, как вы своё музыкальный карьеру до этого, и теперь вы все вместе, поэтому, как вы говорите о том? Да, мы очень рады, чтобы называться супергруппой, но моя сверебная ск robbed, я такой rapер. О, Фред говорит, что он рапер, до этого он был рапером. И Александра, она проводит с Alan Walker, который был известный джей-стар, и я записал музыку как песня и песня. Но мы все не сделали это на уровне, после того, когда мы взяли силы. И это тоже наш мессенджер в нашей песне, что если вы работаете вместе, вы можете получить больше, чем быть alone. — Александра участвовала, в тур ездила вместе с Alan Walker, который известный диджей мировой. Том говорит, что он писал песни, и сам писал, и сам исполнял. Но он говорит, что до этого, в принципе, когда они были отдельно, каждый по себе, они никогда не добивались вершины, не были в топе. А сейчас они когда объединились, они стали популярны. И вот тоже это как мессендж их песни, что объединившись, можно чего-то добиться. — Я так понимаю, что Том был тем человеком, который вот концепцию эту придумал. И сразу в догонку спрошу, после Евровидения уже планируется, вне зависимости от результата, продолжать как-то? Или это такой, можно сказать, проектом в большей степени? То есть выступим на Евровидении, вот как-то покажем себя, и после этого дальше своими дорогами пойдем? — Whose idea was it? Was it Tom's idea to put you all together three? Или whose idea was it? It was the first question, the second question after Eurovision. Is it like your band will finish after Eurovision, or you have plans to do as a K&O after Eurovision? — Я read that it's Tom's idea. — Да, я хотел бы работать вместе с Асами, artist and songwriter a long time because I think it's really important that and very, a good thing that in Norway we've got, there's two people the Norwegian and the Sami and the Sami culture with Joik is very strong and we all like the idea of mixing culture which is really a bit what Eurovision is about you work together in music and so me and Fred started working but we all wanted to have a strong woman to lead us Iron woman and then Alexandra, luckily she loved the song and the idea and we're definitely creating more music, we're creating music as we speak and now we are luckily in Eurovision but we also have the opportunity to travel the entire Europe and show our music to the entire Europe and we have come to stay yeah, Kaino is Kaino is here yeah Tom tells us that there is a minority a nationality like Sami in Norway as he said earlier they are both in Norway and in Russia and Finland and he said that he always wanted to create a song together with the members of this culture because they also have their own and their own melodies and songs and that's how he found Fred who is the member of this culture Joik and they started working and they started working and they also wanted to the girl they knew that they need to the girl in the collective and then they already found Alexandra and Alexandra she added that they are very now enjoying this time because they are and they are and she said that even now we already create new songs besides the which they will be able to on the and she said that we will not go anywhere that we as a group and this trio will continue and continue Fred Фред, я хотел бы рассказать про эту технику йог, откуда он ей научился, это как-то с детства идет, его родители ему передали эту традицию и так далее. И, наверное, ему известно, что в 80-м году Норвегия уже представляла песня «Самская земля», по-моему, она называлась, в 1980-м, в которой использовалась эта техника йог, вот насколько он, не знаю, как-то на нее ориентировался. Так, вопрос к Фред, о технике, где ты научил это, или в твоей семье, если вы можете рассказать больше, и ты знал, что в 1980-м, что «Норвегия» уже была в Евровидении с этим типом йог? Да, я взрослся с йогом, все время он был вокруг меня, но я не старался к йогу, пока в Норвегии в Мелодии Гран-При, в финале, так что это был первый раз, когда я йогал в передо мной. Фред говорит, что я вообще вырос с этой техникой пения йог, и она все время была вокруг меня, но я никогда не сподвигался, что ли, вот именно исполнять ее. И впервые, это вот на национальном отборе в Норвегии, который был этой зимой, вот впервые он перед большой аудиторией исполнил что-то типа того. А еще, если обратиться к статистике, я, может быть, немножко сейчас, ребят, напрягу, скажем так, но Норвегия, насколько мне известно, побеждала трижды в Евровидении, это было в 1985-м, в 1995-м и в 2009-м, но это мы уже все хорошо помним, Александр Рыбак. Получается, что на протяжении последних трех десятилетий Норвегия побеждала. В этом десятилетии это последний шанс, получается, нужно побеждать. Он говорит, что если вы видите, когда Норвегия победила Евровидении, это было три раза, и это было в каждой десятилетии, поэтому эти десятилетии это закончится сейчас, но это последний шанс, это последний шанс, поэтому вы должны победить. Hopefully, да, это все зависит от многих стран, которые хотят победить. And of course, we believe that we have a song with a good message, and we are bringing Yoik to Europe, and we really, it was in 1980 as well, as you said, but the young kids today, we hope to show them. Maybe you should show them a bit of Yoik, Fred, should I? Yeah, sure. Конечно, немножко сейчас, вот, при самой технике Yoik. Yeah. Yeah. Вот это то самое оружие, которым ребята собираются покорять в этом году Израиль, Тель-Авив. Значит, такое тоже, может быть, немножко, это в качестве шутки, мне просто очень понравилось, что, читая различные комментарии, я заметил, что ребят в некоторых моментах сравнивают с группой Аква. Как они на это смотрят? Я могу сказать, что есть много комментариев на интернете, что ты Аква, что ты думаешь об этом? Это круто. Что ты думаешь об этом? Да, это круто. Мы любим Аква, поэтому почему не быть вторым Аква? Мы родились с музыкой, как по-настоящему, пуп-музикой за 90-х. И если мы можем привести в 90-х кromа году на 2019 году, добавить меня всё, добавить форк, мы будем очень счастливы. Так что, да, мы счастливы. Я сам Рене Диф. Да, они говорят, что они очень рады, что они тоже выросли в 90-х на вот этой весёлой поп-музыке, и они говорят, мы рады вернуть эту музыку через 90-х годов, и мы очень рады, что вот мы можем принести эту поп-музыку. Музыку и ее еще добавить Да, группа аква в наших сердцах навсегда, конечно Что касается Александра Рыбака Который в 2009 году выиграл Он, конечно, для нас тоже близок Потому что у него белорусские корни, он говорит по-русски И кроме того, насколько мне известно Вот, Мирослав, может, подтвердишь Он рекордсмен по количеству баллов, кажется Он набрал такое количество баллов Больше, чем 300 в тот год Да, там больше пока не набирали Да, но вот как, ребята, я знаю, что он присутствовал Как-то в этом процессе норвежского отбора Насколько ребята с ним, я не знаю Он их напутствовал, общался с ними Вообще, насколько они вот На него смотрят как-то какого-то такого Старшего в этом смысле человека A question about Alexander River Have you met him? Have he gave you some, maybe, advices Or ideas? And what do you think about him? I've met him a couple of times, actually He's so nice and so cute And he's so talented And yeah, he gave me one advice It was just enjoy it Eurovision is such a dream come true Just capture every moment And enjoy it Because all of a sudden it's over And so yeah, we'll take that advice with us Александра говорит, что она встречала Несколько раз уже Александра Рыбака И он дал ей совет Он сказал, наслаждайтесь Наслаждайтесь каждой минутой Евровидения Потому что это настоящая мечта для музыканта И в один момент она просто пройдет и уйдет Евровидение прошло и все И поэтому она говорит, пока есть возможность Наслаждайтесь И Александра говорит, мы именно этим и занимаемся Что касается вот message Упоминалось песни Но насколько я понимаю Там вот есть вот этот вот момент Такой какой-то свободы Затрагиваются темы там Этнической, половой, сексуальной свободы А в данном случае Ребята говорят Вот учитывая, что у них вот это сами Еще вот эта линия идет Это речь идет о какой-то О норвежской истории Человеческой в целом Или это вообще что-то абстрактное Вот немножко про посыл Этой песни Которая, кстати, называется Spirit in the Sky Мы в конце эфира уже совсем скоро ее услышим Yes, about your song What is the main message And he says As I read It was like about freedom But is it freedom like in Norway Or is it like world freedom What kind of freedom is it about? Well The song is about Being accepted for who you are How you were born How you look Where you're from Because we believe that We've come far In Europe right now Being accepted That people are different And especially in Norway Where it was not many decades ago That the Sami people Were not allowed to Joik in schools Or and still in churches Is not allowed to Joik And if you're If you're gay Or have another identity It's been very hard Up until now But it's really like Now Norway Stands together United in the idea Of that we are all different But in nature We are all the same Like we are If it's cold You freeze If it's warm You sweat And this whole idea Of unity And that we are all together Here on this earth That's our message Том говорит Что песня о том Что мы все Рождаемся разные Что Он говорит Что в Европе В принципе Мы движемся В том направлении Что уже принимают То что люди разные Вот он например Скал про Joik Что какие-то Десятилетия назад В Норвегии Запрещали вообще Это делать И в церквях Это запрещали делать Даже сейчас Еще в некоторых Церквях запрещают Но народы Стали более открыты Также про сексуальную Ориентацию Он упомянул И он сказал Да Что главное Что мы все разные Мы рождаемся разные Но в принципе Мы все одинаковые Что не важно Какой мы национальности Или идентичности Если нам холодно То нам холодно То мы морозимся Если нам жарко То мы потеем То есть это все люди Все одинаковые Что есть у всех людей Это что-то объединяет Последний вопрос У нас вот Неумолимое время Подходит к концу Что касается Израиля Место проведения Сопутствует конечно В очередной раз Евровидение Определенному скандалу Но без этого уже кажется Ни одно Евровидение Не обходится Вот странно Окружающую Норвегию Так получилось Вот на днях призвали Байкотировать Евровидение В связи с Израильской политикой Исландцы Насколько я понимаю Отправляют группу Которая даже Через свою песню Как-то какой-то Антиизраильский Месседж посылает Как они к этому Относятся вообще Что думают И по поводу Своих соседей В этом смысле тоже Каждый раз В Евровидении Есть какие-то скандалы И в этом раз Есть много вопрос О Тел-Авиве О месте Где Евровидение И, например Соединение И некоторые другие Которые сказали Что мы можем Как-то Делать пример Что это не возможно Даже если Это может Не возможно Сейчас Евровидение Это ценность И вот он Да Но самое главное Что он сказал Что Евровидение Это поддерживать И то Каким ты являешься Каким ты являешься Он говорит И вот наша группа Посмотрите Мы все три разные И мы тем самым Себя и представляем Что мы все разные Это надо Надо принимать И вот он говорит Что Евровидение Это главное Это принимать И мы надеемся Что это будет Неполитическим конкурсом Спасибо большое Ребята Кейно 16 мая Полуфинала Сместе с нашей группой Карусель Кстати латвийской И 18 мая Финал Следим за Евровидением Сейчас фрагмент Песни Успеем послушать Spirit in the Sky Пожалуйста Thank you Thank you Can't you stay Stay with me Into the night Stay I need your clothes You can go back When the sun rises again Just stay Tonight Just stay Have you seen my spirit Lost in the night The violent night shade